Рассмотрим работу двигателя внутреннего сгорания. Преимуществом его перед другими двигателями является то, что топливо сгорает внутри цилиндра двигателя, что делает их более дешевыми и экономичными, и менее металлоемкими. В четырехтактном двигателе внутреннего сгорания рабочий цикл состоит из следующих четырех тактов. Первый такт – впуск. Во время этого такта происходит движение поршня вниз от верхней мертвой точки в нижнюю мертвую точку. Мертвыми точками называют крайнее верхнее и нижнее положение поршня в цилиндре двигателя. Давление газа в цилиндре над поршнем при его движении вниз уменьшается, и в него через впускной клапан поступает горючая смесь в карбюраторном двигателе или воздух в дизельном двигателе. Выпускной клапан при этом закрыт. Когда поршень придет в нижнюю мертвую точку, закроется и впускной клапан. Второй такт – сжатие. Поршень движется из нижней точки вверх, клапаны остаются закрытыми и рабочая смесь или воздух сжимается. В результате сжатия температура горючей смеси в карбюраторных двигателях достигает 300-350 градусов Цельсия, а воздуха в дизельных двигателях 500-600 градусов Цельсия. При приближении поршня к верхней мертвой точке в свече зажигания карбюраторного двигателя проскакивает искра, и горючая смесь воспламеняется. В дизельных двигателях в сильно нагретый воздух впрыскивается топливо, и образовавшаяся смесь самовоспламеняется. Третий такт – рабочий ход. При сгорании горючей смеси выделяется большое количество теплоты, резко повышаются давления и температура газа. Поскольку этот процесс осуществляется очень быстро, то можно считать, что изменение давления и температуры газа происходит при постоянном объеме. Затем газ расширяется. Его объем увеличивается, давление и температура уменьшаются. Расширяясь, газ толкает поршень и соединенный с ним коленчатый вал, совершая механическую работу. При этом газ охлаждается, так как часть его внутренней энергии превращается в механическую энергию. Четвертый такт – выпуск. После того, как поршень придет в нижнюю мертвую точку, давление в цилиндре уменьшится. При движении поршня вверх открывается выпускной клапан и начинается выпуск отработавших газов. В конце четвертого такта выпускной клапан закрывается. Затем цикл повторяется. Из четырех рассмотренных тактов только один третий является рабочим. Для того, чтобы поршень переходил нижнюю и верхнюю мертвую точку, на коленчатый вал насаживают массивный маховик. Благодаря его инертности коленчатый вал сразу не прекращает вращение. И поршень проходит мертвые точки.